Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Меня уже представили. Ну и прекрасно. Да, я хотел бы вам сегодня рассказать о том, как начать использовать Android с использованием нашей среды. Расскажу, как настроить, создать, построить эту среду для работы и построить первое приложение на Android. Также где смотреть примеры о том, как использовать новые возможности среды. И покажу вам более такие, более серьезные приложения, которые можно сделать при помощи Android. Ну самое простое, что нужно для того, чтобы начать разрабатывать на Android. Если с случаем с iOS нам нужен настоящий Mac в каком-то варианте, либо в виртуальной машине, либо это в Mac and Cloud в варианте, плюс сертификат разработчика, то для Android нам нужна только операционная система Windows на любом компьютере и один из устройств на базе Android. Также можно отлаживаться без устройства в симуляторе, но симулятор не очень отличается быстродействием, поэтому использовать можно, но лучше иметь девайс. Что нужно для того, чтобы начать разрабатывать под Android? Первое, нужно иметь два пакета. Это SDK и IndyK. При установке среды, при процессе установки RedStudio XE5 автоматически эти два SDK устанавливаются за вас, если вы как бы не будете противиться этому. В случае, если у вас вдруг по каким-то причинам вы сказали не хочу, вы можете сделать это после того, как вы установили среду. Для этого вам нужно скачать эти два SDK с официального сайта Google. Я покажу на следующем слайде эти адреса. Вот они. И затем в среде, используя специальный менеджер для SDK, соответственно добавить его. Он находится в Tools, Options, если вы этого не сделали. SDK Manager. И здесь можно будет добавить как раз этот SDK. Создаете новый, указываете путь к SDK и IndyK, и автоматически у вас все эти пути к стандартным утилитам, которые используются для сборки, автоматически они проставятся. Ну вот у меня уже это сделано. У вас иногда могут возникать такие восклицательные знаки, означает, что пути попутаны, так бывает, но редко. Но и обращайте внимание, чтобы здесь восклицательных знаков не было. С текущего. Вот пример, тот же самый скриншотик небольшой. Здесь вы можете добавить новый SDK. При определенных ситуациях иногда SDK автоматически определяется прямо системой. Несмотря на то, что вы загружаете в папку загрузку, он может здесь появиться. В случае, если этого не произошло, то нужно добавить, создать новое и указать пути вручную. Если вы хотите использовать в нашей среде последнюю версию SDK, соответственно, в настройках SDK соответствующего, вы должны будете указать, что вы используете SDK нужного уровня. В данном случае я 17 использую. Будет новый, надо будет новый написать. Но в принципе, если вы будете использовать функции из нового SDK именно вручную, то это имеет смысл делать. Если вы используете только с использованием Delphi, то на 17, в том числе на 10 версии, на 10 уровне, по уровням SDK распространяется, то на 10 тоже будет работать. Да, сразу минимальная версия поддерживаемого, версия Android, это Gingerbread, это версия девайсов с версии 2, 3, начиная. Вот. Поэтому обратная совместимость есть. Ну давайте теперь посмотрим, как создать первое приложение и откуда черпать вдохновление. Значит, по умолчанию на стартовой странице есть набор сниппетов. Сниппет — это небольшие зарисовочки приложений, которые выполняют только одну из функций, какую-то возможность. Например, получение фотографий с камеры, запись звука, получение видео, работа с датой, с временем. То есть очень простые, но при помощи которых можно ответить на ваши первые вопросы. Потому что когда вы столкнетесь с разработкой на мобильную платформу, вы столкнетесь именно с разработкой «А как мне это использовать?» Как мне использовать именно мобильный интерфейс создавать? Потому что разработка, например, UI для мобильных телефонов совершенно отличается от десктопа. Это проблема номер один для разработчика именно. Потому что тут нужен скилл определенный о том, чтобы соответствовать гайдлайн. Вот Дмитрий нам рассказывал о том, как это важно делать, поэтому этим не стоит прииграть. Здесь вот есть все примеры. Вот я показал. Тут есть, смотрите, сниппет по определению работы сенсором локации, веб-браузеры, дейппикеры. Ну давайте дейппикер посмотрим. Достаточно открыть его. Вот этот небольшой сниппет. Код, видите, простой. Значит, что нужно для того, чтобы дополнительно после того, как мы настроили нашу среду, мы берем свой девайс. Я его… Да, кстати, сразу, чтобы было заметно. У нас специально есть таргет. У меня просто два девайса подключено. Вот Nexus 7. Я использую, вот в своем случае, буду использовать Nexus 4. Первое, что нужно не забыть, это установить драйвер для этого устройства, на том устройстве, на котором будете отлаживаться. То есть первым делом не пытайтесь воткнуть на урок, да, и найти его в этом окошке. Скорее всего, вы его не найдете, потому что сама процедура установки Android девайса от нас не зависит, и вы должны установить для него драйвер. Драйвер вы можете взять для стандартных девайсов штатный в SDK Google, но его нужно скачать. Об этом тоже… То есть вы скачиваете менеджер SDK, сам пакет, но в него драйвер по умолчанию включен. Вы открываете SDK менеджер, ставите галочку скачать USB драйвер, скачиваете и устанавливаете. Ну, в моем случае я его уже установил, поэтому, видите, мой девайс автоматически сразу определился в таргетах. Дальше что я должен сделать? Выбрать, соответственно, нужный девайс. Я буду на телефончик запускать и запуск. Для трансляции экрана сразу же я использую… Ну, их довольно много утилит. Я использую droid to screen. Надо отметить, что они не самые быстрые, в принципе, трансляции экрана на Android. Женя вот это показывал при помощи камеры. Камеру использовал. Я вот использую именно droid to screen, потому что мне не нужно показывать там производительность высокую. Женя уже все показал за меня. А что это у тебя окна такие странные? Это Windows какая? Это Windows 8. То есть на Windows 8… Без кнопки пуск еще. Да. Delphi работает на Windows 8. Часто задается вопрос, а работает ли Delphi XE5 на Windows 8? Ну, вот у Ярослава работает, я думаю, у вас тоже будет работать. Да. Ну, вот мы видим это приложение. Оно демонстрирует тот пример, что в FireMonkey это не просто такой кросс-платформенный интерфейс, который просто меняет шкурку, понятие шкурки. Он еще и более высокого уровня. Он позволяет адаптировать некие специфичные элементы выбора под текущую платформу. Например, выбор даты. Да, мы знаем, что под Windows это специальные выпадающие окошечки, да, с календарем, под Mac тоже в таком же случае. А на iOS и на мобильных платформах таких нету вещей. Их используют, вот в Android используют такие вот всплывающие диалоги, спикерами их называют, где вы можете при помощи определенного вида выбрать дату, она, соответственно, задастся. А на iOS это барабаны такие вот. Поэтому FireMonkey FM за это отвечает, и вам об этом не нужно думать. Вот довольно просто, видите, этот пример. Тут всего пару контролов. А что, ты уже скомпилировал и запустил, да? Да. Очень быстро. Я просто не заметил. А можно еще что-нибудь показать? Location. Location я покажу в большом примере специально. Я про него расскажу. Location это мой пример был, я просто не успел показать. Покажи другой. Ну, давайте теперь посмотрим что-нибудь более такое, более серьезное. Со сниппетами вы сможете сами ознакомиться. А шаблоны, шаблоны покажи, шаблоны приложения. Да. Если вы хотите создать простое приложение, то все, что вам нужно, создаем в FireMonkey Mobile Application. Вот по умолчанию идут здесь вот 8 шаблонов предустановленных, которые вы можете использовать для быстрого старта разработки мин-интерфейса. Что из себя представляет шаблон? Просто набор уже за вас созданных компонентов, наброшенные на форму, и небольшая бизнес-логика иногда включена. Там по управлению слайдов, переключений и так далее. Может быть какие-то провайдеры данных туда включены. Ну, разные примеры. Вот. Поэтому вы можете выбрать любое приложение. Ну, вот Blank Application. А вот это вот нарисован, какой у тебя девайс? Да, это, кстати, Nexus 4 у меня нарисован. А у меня Nexus 7. Что мне делать? Если у тебя Nexus 7, ты можешь выбрать в специальном выпадающем меню вариант девайса Nexus 7 и посмотреть, как это будет выглядеть твое приложение в дизайне, в дизайн тайме прямо на устройстве Nexus 7. Но не на самом устройстве, да, то есть надо запустить. Будем экономить наше время, когда мы прототипируем быстро интерфейс. В таком случае мы можем очень быстро, используя всеми известную методологию, кинуть кнопку на форму, да, создать, набросать именно быстрый прототип приложения. Потому что сложность, да, понятное дело мы можем там создать при помощи какого-нибудь скетча, нарисовать будущий прототип, там показать заказчику, потом скажешь, нет, здесь мне что-то не нравится, в данном случае вы можете это прямо сделать в среде, причем быстро накидать этот интерфейс, запустить и показать прямо заказчику прямо на телефоне. Да, может бизнес логики еще не будет, но по крайней мере это будет выглядеть визуально. Вот, также стоит отметить, что при выборе устройства дизайнер подстраивается под ту платформу, которая, под тот устройство, которое вы выбираете. То есть если это iPhone, то мы видим форму в текущем стиле iPhone. А пикер положи туда, вот пикер посмотрели на андроиде, а пикер на… Я знаю пять способов размещения компонента на форму, не только drag and drop. То есть он по-другому. Ну пускать не надо, да, вы верите, что там барабан образуется? Я уже показывал только, что предыдущий пример со сниппетом, вот это тоже самый компонент, вот он календаридит, используется. А на iPhone будет сразу барабан? На iPhone будет барабан, да. Поверьте, поверьте, мы просто более масштабная дема сейчас. Стоит отметить, что делать, тут как бы предустановленный набор уже шкурок устройств, да. Что делать, если моего устройства нету? Вы можете его создать, добавить вручную. То есть если у вас какое-то специфичное устройство с каким-то форм-фактором своим, мы заходим в настройки, форм-дизайнер, и вот здесь мы можем создать, указав шкурки, в каких положениях как он должен выглядеть, и соответственно эта шкурочка у вас появится прямо вот в этом списке. Также можно устройство там крутить, да, убирать рамки. Прям бизнес можно сделать, рисовать шкурки на заказ и продавать, да? Ну еще один из вариантов использования. Со стразиками, да. А чехол розовый можно пририсовать к своему айфону, да? Я для вас подготовил два примера. Начну я не с этого, со второго, несмотря на то, что он открылся первым. Первое это простое приложение фоторедакторы. Чем оно примечательно? В том, что там будет ответ на вопрос, как не разрабатывать формы отдельно для планшета и отдельно для мобильного телефона, потому что форм-фактор разный. Соответственно в планшете у нас свои диалоги, да, использование интерфейса, а в телефоне своя. Значит, это простой фоторедактор. Он позволяет нам сделать фотографию, вытащить либо ее с камеры получить, либо получить ее из библиотеки, да, стандартной, которая есть на каждом устройстве на айфоне, там на андроиде, и применить к ней один из эффектов. Ну в данном случае на телефон я использовал три эффекта. Это пиксельный эффект, четкости и размытие. Дальше с этой картинкой можно будет ее расшарить. Расшарить, то есть отправить куда-нибудь в другие приложения. Ну, например, открыть ее в приложении SMS для посылки кому-нибудь, да, по MMS. Либо отправить ее по почте. То есть это я вам сейчас покажу. Как я использовал вариант, как я делал так, чтобы форма работала на разных девайсах по-разному? Я использовал механизм наследования. Есть несколько вариантов, как это можно сделать. В этом именно конкретном случае я использую наследование. То есть есть у меня базовая форма, в которой непосредственно реализована вся функциональность по применению фильтров, получению фотографий с камеры. Вот, кстати, например, как делается получение фотографий с камеры. Есть стандартный экшен в Media Library. Получить фотографии, например, с библиотеки, либо с камеры, либо отправить по почте там или по какому-нибудь другому приложению. Это было на iOS, теперь это то, что там реализовано для Android. Но действия у меня уже есть. Все, что вам нужно присвоить, этот экшен, задать там название, рекомендуемые размеры для фотографии. Это очень немаловажно, потому что память на мобильном телефоне довольно ограничена, а камера на телефоне довольно большая. Большой резолюшн дает. Например, там на iPhone порядка 10 мегапикселей, я точно не помню уже. Поэтому фотография в 10 мегапикселей в памяти очень много места занимает. Она там может занимать 10 мегабайт. Ну так округленно говорим. И поэтому в памяти хранить такую фотографию не всегда нужно. Для того, чтобы, например, нам в Instagram отправить какую-то фотографию, там 10 тысяч пикселей не очень нам нужно. Поэтому мы что делаем? Мы можем здесь указать при помощи этих свойств рекомендуемый максимальный размер, который мы хотим получить. Рекомендуемый почему? Потому что не всегда ваша камера может дать то, сколько вы хотите. Вы запарочите там 2000, она вам дает там 600, 400, 480 VGA только дает. Поэтому в данном случае вы можете получить фотографию с экономией памяти. И что вам единственное нужно сделать? Переопределить событие, которое вызывается на момент получения фотографии. Фотография приходит в виде битмапа в качестве параметра этого метода. И все, что мы должны сделать, сохранить. Ну в данном случае я сохранил фотографию, присвоил ее там, вывел на экран там, ну и обновил эффект, применил к ней. То есть видите, ничего сложного нету для того, чтобы работать с камерой. А имидж контейнер это у тебя просто T-имидж? Да, T-имидж контейнер это обычный T-имидж. То же самое относится к получению фотографии, например, из библиотеки. Тот же самый метод работает аналогичным образом. Ну и шеринг тоже точно такое же стандартное из действия, в котором я могу указать текст месседж. Это сообщение, которое будет указано, прикреплено в приложение. В данном случае это вот такое сообщение. А в битмапе хранится картинка, если я хочу ее отправить. То есть в зависимости от того, что вы заполняете, у вас будет открываться тот или другой набор приложений. Я чуть позже покажу, буквально через минуту. Скорей бы уже. Скорей бы. И дальше я делаю что? Я делаю две формы. Отдельно для телефона, отдельно для планшета. Они наследованные от базовой формы. Для планшета я добавил такие вот в качестве иллюстрации дополнительные просто вот стрелочки тут и еще пару фильтров. Вся бизнес-логика остается в базовой форме. Видите, код тут довольно немного. Но для телефона у меня немножко по-другому сделано. Я сделал так, чтобы на главной, когда я окошко нажимаю, если нет фотографий, у меня открывалась, она автоматически с библиотеки бралась. Код тоже еще проще, по-моему. Да. Как сделать так, чтобы, когда вы запускаете приложение на телефоне, у вас бралась телефонная форма, андопланшетная. Вот именно, да, очень важный вопрос. У формы есть такой класс форм-фактор, который отвечает как раз за выбор определения, автоматическое определение формы, которую нужно запустить на данном девайсе. Тут есть несколько свойств. Первое, девайсы. То есть на какой девайс рассчитана эта форма. В данном случае это телефонная форма, поэтому она отмечена галочкой iPhone. И ориентации. То есть мы можем в принципе комбинировать для разных ориентаций делать разные формы. И форм-фэмили. Тут посложнее чуть объяснить, что такое форм-фэмили. То есть у вас, например, есть несколько форм. Вот я вам показываю. Одна на планшет, другая на телефон. Другая, может быть, третья еще на какую-то определенную ориентацию. В этом случае все эти формы делают в принципе одно и то же. Их можно назвать условно говоря каким-то своим названием. Класс формы. Я называю это семейство форм main. То есть главная форма, которая у меня, она единственная. И автоматически, когда у меня будет запускаться устройство, приложение на устройстве, в рантайме у меня произойдет определение формы главной по вот этим настройкам, которые я сделал, и будет выбрана та, которая нужна. Почему main? Main это просто название по умолчанию, которое используется для определения главной формы. Здесь вы можете написать любое название и в коде уже осуществлять выбор формы при помощи этого названия. То есть, например, мне нужно сейчас показать не форму один какую-то, а открыть форму, например, about, о программе. И в этом случае у меня по этому запросу выберется нужная форма из всех. Подходящая выберется, значит не запустится приложение. Нет, blue screen не будет. Скорее всего, просто запустится и закроется. Black screen. Процесс закончится, потому что ни одна форма, процесс не стартует. То есть процесс стартует, петля не будет создана, просто выйдет приложение, закроется. Естественно, приложение без формы, которое нет в процессе. А если у вас найдено, то есть форма будет интересная форма? Да. Поворот интересует? Да. Получается другая форма будет интересная форма? Нет. Значит, большая разница между тем выпадающим списком и этими кнопочками, значит, это только в текущей форме посмотреть, как будет располагаться контрол, растягиваться, выравниваться, в зависимости от поворота. Это не имеет отношения никакого к тому, что у вас здесь задано с точки зрения форм-фектор. Это нужно только в рантайме, когда вы запускаете устройство. Вот, по крайней мере, про форм-фектор. А здесь вы можете выбрать любое устройство. В том числе, если у меня здесь будет выбран iPhone, например, и я буду деплоить на Android, это не значит, что у меня на Android запустится вот такая форма. У меня запустится, соответственно, в стиле Android. Это один из способов быстро посмотреть, как это выглядит на текущей модели устройства. То есть дизайнер отдельно, а логика работы и загрузки форм отдельно? Абсолютно верно. Если нужно, чтобы она менялась, одна форма всего, то и лайментом и якорями вытаскиваешь. А если хочешь отдельно сделать так, а отдельно так, то это отдельно вот так надо делать. Столько вопросов. В смысле, если повернули девайс, и должна другая портретная форма загрузиться, да, получается? Подмена форм произойдет. Нет, да, должна по идее так быть. Нет, нет, нет. При повороте девайса вы сами это должны отследить, а при первом запуске выберется та форма, которая нужна. Именно потому, что может возникнуть ситуацию, человек повернул устройство, а может быть вы еще не готовы к этому повороту, и у вас есть и сменится форма, но это непредсказуемый вариант поведения будет. То есть вы сами должны при повороте отследить и выбрать ту форму, ну, по крайней мере, отправить запрос на то, что нужно ее поменять. При запуске выберется именно та, которая нужна. Старт и рантайм немножко отличаются. Есть, есть, события поворота есть на форме. Ну, теперь давайте посмотрим, как это приложение работает. Много проектов. Да. У меня оно запущено уже, в смысле открылось, но здесь немножко медленно. Вот мы видим здесь у меня на телефоне загрузилась именно форма для телефона. А, да, конечно, да. Я делал, она не сохраняет. А, нет, смотри. О. Повороты-то у меня устройство повернулось и форму. Ой, это какие-то. Еще и по в центру. Так. Значит, вот я использую, снять фотографию. Село что-то как-то далеко. Надеюсь, это не коллиматорный прицел сейчас работает, нет? Снятая фотография попала к нам в Delphi Code. Дальше мы давайте применим эффект пикселей. Блондина сделает змея голубоглазого. Вот такого. И давайте в дальнейшем ее отправим, например, в Twitter. Вот тот текст, который я вам показывал. Вот фотография. У кого есть Twitter, может быть посмотреть… Селус Ярослав, братья навек. Сможет посмотреть по этому тегу прямо сейчас в Twitter эту фотографию и убедиться, что это не подстава. Я проверю сейчас. В строке кнопок по троеточию. А, это кнопка хардвардная для настроек, то есть в Android принято. Если вы хотите ее запрограммировать, вы это можете сделать. А, вон, смотрите, да, фотографии есть. Медиагалерея появится. Вот она в камере находится. Та фотография, которую только что я сделал и сохранил. Если вы не хотите сохранять… Да, можете удалить. Да, ну вот видите, я здесь в том же самом случае могу открыть любую фотографию. Это второй из примеров. Это уже другой эффект применить. Да, могу открыть любую другую фотографию. Там, например, вот, пожалуйста, другая фотография выбрана. Ну, с этим примером, я думаю, все. То есть тут эффекты, да, можно регулировать. Экран, пожалуйста. Ну, окно не поворачивается, но мы видим, что он повернулся. Исходники этого примера лежат, входят в поставку с Red Studio в папке samples. Mobile samples, если не ошибаюсь. Называется он. Фото наверху название. В общем, в заголовке окна. Вот. Ну, с этим вопросом, я думаю, нет. Все довольно просто. Заинтересовал по полной. Да, давайте теперь что-нибудь посложнее посмотрим. Второй пример я показывал на предыдущем запуске. Я его немного улучшил и добавилась автоматически поддержка андроида. Суть этого приложения может быть использована во многих областях. Ну, например, вы народный наблюдатель за тем, какие делишки происходят в вашем городе. Или, например, вы хотите понаблюдать за объектами в Сочи на нашей олимпиаде и сказать, куда наши денежки ушли. Вот я придумал такое приложение. В данном случае я его адаптировал именно для этой темы. Вы можете использовать для чего угодно. Там мобильный корреспондент. Вытащил телефон. Увидели какое-то место происшествия. Сфотографировали быстренько. Там записали. Сделали аудиозапись. И в дальнейшем можно развивать по-разному. Можете отправить на какой-нибудь сайт, где публикуются, например, новости. Горячий корреспондент. Получить денежку взамен за это. Ну, вариантов много разных как-то использовать. Либо вы… Ты про медицину рассказывал. Да, вот как раз к этому. Либо вы доктор. Пришли домой к больному прямо с этим устройством. И вам здесь, например, указаны, во-первых, список пациентов, которые вы должны посмотреть, осмотреть, их навестить. Указаны адреса, контактная информация. Ну и прочая там, например, история болезни, может быть, все что угодно. В этом же приложении вы, допустим, в будущем можете указать тот рецепт, который вы сказали. Рецепт, таблетку счастья, какую нужно выписать. И это в дальнейшем может синхронизироваться сервером с вашим, например, с вашим медицинским учреждением. При этом случае вы можете контролировать врачей. И плюс не надо получать в регистраторе всякие карточки, бумажки. То есть все это автоматизировано. Ну, как один из примеров. А пуш, нодификацию можно? Доктор там забывчивый пошел в кафетерий вместо того, чтобы к больным. Нодификацию можно поставить? Да, кстати, я ее сюда добавил. По сравнению, в предыдущий раз я ее не показывал. Я ее так тоже прикрутил. Это мы сейчас все увидим. Это главное. Форму я взял с использованием… Здесь будет одна только форма. У меня и один юнит, в котором сохраняется бизнес-логика. Там бизнес-модель по сохранению вот этих объектов специфичных. Как сохранить, восстановить, загрузить. То есть это все, что не зависит от непосредственно какой-то конкретной реализации платформы. Это главная форма. Она состоит… в основе себя имеет tab-контрол. Я думаю, все знают, что это такое. У меня здесь в качестве таких подстраничек сделаны просто обычные страницы в tab-контроле. Главное текущее – это заметки все. На этой форме мы увидим список из всех заметок текущих. Там с картинкой будет, с текстом, с описанием. По нажатию я смогу их найти при помощи поиска, быстрого поиска. Выбрать текущий любой элемент. И у меня откроется общая карточка информации. Ну, согласно тому гайдлайну, стилевому, как это принято. Как Сева уже сказал, никто плохой тон отображает таблицу в телефоне, которую мы привыкли видеть на десктопе. Мы ее там раскрыли. Ну, видим мы там 10 строк, например, и 10 столбцов. Больше у нас не вылезает. Но на телефон, дай бог, чтобы у вас там одна строка влезла, один столбец. Ну, может быть, дела в зависимости от того, какие данные в нем. В качестве основы для хранения этих объектов я использовал компонент tlist.view. Это аналог UI-listview, если кто-то программировал на iOS. Я думаю, все его, в принципе, видели на iOS, у кого есть iOS. Все, кто его видел на андроиде, он наживается, тоже, по-моему, listview. Я уже не помню по названию в Java классах. Он довольно гибкий. Он привел ряд, над ним было произведено ряд улучшений по сравнению с предыдущей версией. Дополнительный эффект, анимация, сдвиги, я там сейчас тоже покажу. И он обладает довольно гибким способом настройки того, как элементы будут выглядеть. То есть, например, мы можем отобразить, сказать, что как будут выглядеть там все высоты столбцов, какой класс я должен использовать для выбора расположения и тому. То есть это может быть обычно выглядит как listbox, это может быть listbox с картинками и с текстом, это может быть listbox с картинкой, с текстом, еще с детальным описанием, еще с кнопкой дополнительной. То есть все это регулируется в дизайн тайме, вам не нужно, в принципе, писать никакой код, кроме случая единственного, когда вы хотите сделать то, что, в принципе, какую-то специфичную ситуацию, которая не подразумевает гайдлайн. Но обычно в моем случае хватило все, что здесь есть, еще даже с головой. Хотел все попробовать, конечно, все использовать, но, к сожалению, некуда это было мне лично применить в моем примере. Фантазию исчерпал, да? Скажите честно. Ну, не то чтобы фантазии. Вот. Это обычные тулбары. Тоже в них нет ничего. Это обычные компоненты Delphi. Ничего в них сверхъестественного нет. Это обычные лейблы, кнопки в определенных стилях, которые используются. А где стиль настраивается? Покажи сразу. Значит, стиль для определенной кнопки, например, вот у меня здесь два примера кнопки с картинкой. Автоматически я использую один из предложенных стилей, который идет в составе из дефортного стиля андроида. Я вот выбрал такой, например. Тут есть довольно много. Вы можете выбрать на свой цвет и вкус. Здесь есть все стили, все элементы, которые есть согласно, опять же, документу официальному тому, как должно выглядеть, из чего состоять приложение. То есть не надо там тырить в интернете иконку, на кнопку ее пытаться. Да, да. То есть все делаете согласно тому, как есть в Гайнлайне. Вы можете, конечно, вас никто не запрещает вам использовать что-то свое, придумывать какие-то. Ну, как Дмитрий уже все рассказал вам, как важен все-таки кнопку back называть не back, чтобы она не была похожа, не дай бог, на iOS она называлась. Она object там или что-нибудь. Я сидел так, слышал, значит, и думаю, хорошо, что у меня кнопка back, значит, не back названа по-другому, как он сказал. А то придал бы тебе анафеме бы, да. Также листью поддерживает встроенный поиск. Он включается тоже просто. Search visible там наверху. В общем, много здесь есть интересного, на чем посмотреть. Все это в данную тему не входит. Вы можете это уже в дальнейшем сами посмотреть. Дальше вот у меня есть отдельная страничка с полным детальным отображением, как это должно выглядеть, общая же информация. То есть вы, идеология следующая. Вы показываете список общей информации для того, чтобы пользователь мог идентифицировать какой-то объект. В данном случае это объект, например, в Сочи. Достаточно названия, там может быть краткое описание, картинки. То, что визуально позволяет глазу зацепиться и выделить из ряда однотипной информации, именно ту, которая вам нужна. А дальше вы уже по выбранному, соответственно, критерию отображаете уже полную информацию. В данном случае я использую обычный listbox. Он такой довольно продвинутый с точки зрения, что он позволяет создавать, дополнительные варианты итемов, такие как группировка. Все они добавляются прямо в редакторе. Можно добавить searchbox, то есть такое же специальное поле для поиска. Ну, есть тут тоже. На основе listbox у меня построена такая вот страничка. Здесь пару итемов, вот заметьте, тоже с разными вариантами стилизации. Есть итемы, где просто у меня какая-то информация берется, да, выбор даты. А есть итем, по нажатию на который у меня откроется следующая страница. Вот здесь пример этого. Ну, сколько примерно ты можешь оценить? Вот делать вот так вот listview и listbox по времени. Ну, зная, как он работает более-менее. Ну, дизайн, честно говоря, делать просто. То есть вы кидаете, все в дизайн тайме. Пока я вам все, что я вам показываю, это без вообще единой строчки кода я делаю. То есть бизнес логику мы пока убираем. То есть это только то, что вот я прямо накидал в дизайнере без использования кода. Все это делается при помощи, опять же, вот дизайн тайма, настройки, свойств и так далее. Также есть у меня дополнительная страничка с фотографиями. Здесь будут показаны фотографии. И здесь как раз вот тоже встроено, видите, получение фотографии из библиотеки, которую я вам показывал, использование камеры. Также стоит отметить о аудиозаписи. Понятное дело, что мобильное приложение, первое отличие, одно из существенных отличий от дизстопного, это в том, что мобильный телефон содержит в себе ряд аппаратных функций. Например, такая, как микрофон встроенный, камера, сенсоры, датчики, в котором в огромном количестве. И все это, понятно, нужно, этим стоит пользоваться, с учетом того, что это дается неспроста. Именно это облегчает нам пользователю возможность пользоваться быстро этим приложением. И поэтому в нашем случае с FireMonkey мы это даем, конечно, возможность. Мы это облегчаем для пользователя, потому что если кто-то программировал на Java или на iOS, он знает, например, что стоит получить фотографию с камерой. Это не так просто, это не так, не в одну строчку, как я вам показал. Это довольно большой кусочек кода, который нужно написать только для того, чтобы фотографию запустить, вот этот сам процесс, получить фотографию. Это сделано за вас. Я вам показал, как это делается в одну строчку кода. Только в одну строчку кода вы с этим изображением можете все, что угодно делать. Ярослав, а у тебя компонент таймер означает, что скоро твоя презентация должна закончиться, нет? Нет. Нас просят поторопиться немножко. А, хорошо, тогда ускорить. Чуть-чуть поторопиться. А вот orientation sensor, скажи, что он делает. Он может изменить мою ориентацию? Нет? Что он может сделать? Ну, будь с ним осторожен, если не умеешь им пользоваться. Покажи, как правильно. Ну, покажи, как правильно. В данном случае я в приложении использую четыре типа таких мобильных сервисов. Первый – это media player, который позволяет мне проигрывать аудио, видео. Для его использования достаточно указать имя файла и вызвать метод play. Также сенсор используется, сенсор, который выдает угол поворота устройств относительно трех осей. Тоже он довольно простой. Мне его нужно только кинуть, активировать и… Кинуть? Ты кидаешь компоненты? Да, и вытащить у него какую-нибудь данную. Я запросил у него угол изменения относительно оси Z. Довольно тоже просто. Ты не перетрудился код вводить, честно тебе скажу. Что там по одной строчке кода на каждое событие? Вот так вот. Вот сенсор локации. Он работает с GPS. В том числе под сенсором, под одним компонентом может скрываться несколько сенсоров. Вы эти сенсоры можете сами выбрать. В данном случае используется GPS. Он тоже довольно простой. Нужно его активировать. И в событии location changed запросить, просто получать уже текущую позицию, старую, новую. То есть, ну в данном случае я просто сохранил эти позиции, как вы видите, и отобразил это на карте. Сейчас покажу это все. Да, покажи. А некоторые location sensor используют по таймеру. Да. Ну, бывает, да? Да, есть разные варианты. Можно по таймеру, можно по событиям использовать. Зависит от того, как вы будете с этим работать. Как уже Дмитрий сказал, правильно, не надо оставлять сенсор активным. То есть, вы получили данные, например, data change, и после этого сенсор лучше выключить, чтобы он энергию не использовал. А батарейка сильно садится. Да, батарейка, чтобы батарейка сильно не садилась. Теперь насчет записи звука. И потом я вам запущу, покажу это приложение. Для записи аудио и видео есть специальный менеджер. Вот такая вот строчка кода. Он называется Capture Device Manager, в котором вы можете запросить определенный тип устройства записи по типу. Я беру стандартный по умолчанию, который предусмотрен. Почему по умолчанию? Потому что есть несколько вариантов. Например, вы подключили гарнитур. У вас микрофон встроен, у вас есть микрофон в гарнитуре. Вы можете таким способом выбрать тот, который вам нужен. Но я не заморачиваюсь. Я беру любой, который именно по умолчанию. То есть если это гарнитура будет, это будет гарнитура. Если без, тогда это встроенный микрофон. Я его запросил, сохранил вот в такой переменном микрофон. А я пока отвечу на вопрос. Была ли такая техника, ну там, для… Раньше, да, она появилась гораздо раньше. Эта техника именно и даже на FireMonkey, когда еще не было поддержки мобильных устройств, уже девайс-менеджера можно было опросить. Это было сделано для x86-х планшетов под Windows 8. И там тоже может был список, даже на десктопе можно запустить, и все девайсы, которые у вас, реганы в системе, эта демка есть уже. То есть сейчас Ярослав не показал по времени, но список поддерживаемых устройств различного типа выводится. Эта демка есть просто. Кому нужно, просто надо и найти. Ну вот вернемся. Для того, чтобы записать аудиос микрофона, достаточно указать имя файла, куда я хочу сохранить, и вызвать метод StartCapture. Все, это все, что вам нужно для того, чтобы записать аудиос микрофона. Ну мне кажется, что больше, чем две строчки, кода уже писать бесполезно. Ну не нужно. Меньше уже тяжело что-то представить, чтобы еще что-то компактнее, и так быстро этим можно было пользоваться. Так что с точки зрения вас, как будущих пользователей, возможно, это довольно заманчивая, мне кажется, вещь, когда можно чем-то пользоваться очень быстро и очень просто. Да, вот я, например, даже сами представители Microsoft признавались, что программирование для мобильных устройств провоцирует спагетти-код. Но здесь совершенно не спагетти-код, и даже не оливье, и не винегрет. Здесь все в компонентной базе, и по событиям все отлавливается. Ну покажи уже. И последний пример, это как воспроизвести запись. Опять же, все довольно просто. Я микрофон останавливаю на всяких случаях, чтобы не было конфликта, что я пытаюсь читать тот файл, который записывается. Указываю опять же имя файла, и опять две строчки кода. Вот, все. И после этого у меня будет воспроизведение этого звука. Ну а дальше уже всякая такая дополнительная, там, текущая длительность этого файла. И timer playing, это пока будет текущее состояние, где я сейчас, в какой момент времени я сейчас нахожусь в этом файле, слушаю его. А что делает процедура play? Запускай. Я думаю, что orientation service тебе тогда не даст, если ты не догадываешься, что делает метод play. Да, вы можете использовать, самый лучший подход использовать дата-модуль, который был в VCL, и который есть также в FireMonkey, для того, чтобы вынесение функций, которые должны существовать, и тех объектов, которые должны существовать в едином экземпляре, single tone. Ну в моем случае у меня одна форма, поэтому я не делаю дата-модуль. Но правилом хорошего тона будет выделять общую базу этих компонентов, вот именно таких специфичных, сервисных, в одном экземпляре хранить их. Вот это приложение запущенное. Вот теперь мы видим это ListU. В данном случае оно с картинками, значит, с общим названием, и с такой небольшой дополнительной информацией. К сожалению, плохо видно за счет вот скейла с самого экрана, но визуально так все различимо. Также доступен поиск, которым я могу пользоваться. Вот после нажатия на какой-то соответствующий объект, у меня есть объект Ледовый дворец спорта, там для фигурного катания, есть телефончик контактный, сайт там, уже известные пикеры для выбора даты и времени. Кстати, новый компонент, который появился в RedStudio XE5, это выбор времени. То есть был календарь Reddit раньше, теперь вот отдельно создан компонент для выбора времени. Так, все свитчи. Так, это аудио у меня. Поверьте, это работает. Да. Вот список фотографий. Ну, не то чтобы я был на этих объектах, я их взял с интернета. Вот так что работа к Олимпиаде идет полным ходом, судя по всему. Промо-приложение Олимпийскому комитету Российской Федерации. Да, можно продать. Предложить. Волонтер Олимпиады, ну, тоже быть волонтером. Вот в данном случае у меня определяется, сейчас на карте покажется, где находится этот объект. И это, наверное, будет последней фичей, которую мы посмотрим. Ну, как скажете. Это находится в Краснодарском крае. Вот у меня, используя карты Google на андроиде, мы видим, где этот объект находится. Я могу запросить, если я в каком-то моменте нахожусь вместе, используя orientation сервис, сейчас вот на данный момент вы увидите, что на карту загрузится текущее положение, где мы находимся. Ну что, точно. При помощи этого сервиса, который, ну, сенсор локации. Я думаю, что… И адрес еще раз парсил, да? Ну, все известно. Про нас известно все. Ты еще не хотел нажать на кнопку, а мы уже знаем, где ты. Да, в данном случае, честно говоря, я использую обычную встроенную карту в браузер при помощи Google API. То есть ничего, именно при помощи генерации ссылки специальным образом. Если у вас ваша GIS есть, пожалуйста, и вы можете за широту долготу разрешить в картинку, то, конечно… Вот этот кусочек кода. Да, есть… А, вот именно это нет, но есть сниппеты, из которых оно собрано. То есть с карты есть отдельный сниппет. Он находится… Location demo, да? Да, в location demo. Там как раз вот этот пример есть, как использовать, например, карту Google, если вы… Которая вот используется таким… Генерирует таким образом. Достаточно сформировать запрос и загрузить в браузер, и вы сразу получаем карту. Да, то есть как бы большого смысла именно в этом приложении нет, потому что оно собрано из кирпичей, из готовых. Вы соберете под свой лад… Я прошу прощения, маленький комментарий сделаю. Конкретный случай. Печальный достаточно, не хочется на этой ноте заканчивать. Тем не менее, вот, например, кто-нибудь машину убил, да, инспектор, ну, этот… Анализ ущерба, да? Человек бегает с камерой, с бумажками, все у него вываливается, падает. Потом мои фотографии там мятые двери страховая не получила, да? Нормально взял бы планшетник бы, сразу бы все записал, голосом метку поставил бы, ввел все нужно, зафоткал бы, и потом синхронизировал, было бы хорошо. А то он бедненький, потом по интернету там почте шлет отдельно. То есть, например, любая инспекция материально-технических объектов, начиная там от спецслужбы, заканчивая там гуманитарной медициной, вот на такой шаблон ложится, в принципе, здорово. Давайте тогда один вопрос. Последний момент. Вот у меня запущено то же самое устройство на приложении на Nexus 7. Не будешь показывать? Да. Вот у меня на iPhone, к сожалению, я пока не настроил соединение, но мы видим, что у меня используется iOS 7, и мое приложение адаптировано именно под использование этого стиля. То же самое, кстати, которое… То же самое приложение. Да, то же самое, которое я показывал. Запускается прямо же тоже из среды. Просто нужно настроить стенд с Mac. Пока поддержки виджетов именно с точки зрения легкого использования, по крайней мере, на руне среды нет. Но я думаю, что в дальнейшем появится. Но при этом также вы можете контролировать полностью процесс создания пакета с той точки зрения, что вы можете создавать и редактировать файлы-манифесты, редактировать содержимое этого пакета. Поэтому в данном случае вы это можете, в принципе, сделать своими руками. Но именно такой, чтобы вот так же файл создать мастером при помощи мастера виджет, пока нет. Но в будущем появится. Да, мы с надеждой смотрим вперед. С надеждой смотрим вперед. С надеждой смотрим на Дмитрия Кузьменко, который поднимается на сцену в следующей сессии. Аплодисменты Ярославу. Спасибо большое. Многие ощутили технологическое вдохновение. Пока Дмитрий Кузьменко легкой походкой поднимается на сцену. Можно еще пару вопросов подключается. Громче только говорите, пожалуйста. Интент-фильтр, что именно вас интересует? Вы хотите получить, подписаться на получение каких-то интентов со стороны другого приложения? Ну, в принципе, как вы видите, в Delphi таким образом и сделано. То есть при помощи, опять же, этих интентов сделано получение фотографии с камеры, получение с библиотеки. Ну, для этого нужно, соответственно, поскольку мы говорим о кросс-платформенной разработке, вам нужно самим то, что специфично именно для андроида, вам нужно самим думать уже. Такие вещи там. То есть в RTL наш пакет включен в всю API, которые необходимы, по крайней мере, для нашей реализации FireMonkey. Вы можете, используя наш механизм, вызывать, опять же, создавать Java-классы, которые есть в Java SDK. Ну и при этом можете реализовать уже свои специфичные вещи, какие хотите. Вот. Да? Фоновое приложение. Google-ские сервисы. Это вышлист, да. Во-первых, приложение, оно находится в памяти. Я уж не знаю с точки зрения специфичных сервисов. Видимо, это как и с виджетами связано. Но приложение в памяти, оно тоже может выполняться. Для этого приходят определенные события. Но я не думаю, что именно заточено, именно чисто под сервисы. То есть это, я думаю, в будущем. За три месяца тяжеловато, честно говоря. И виджеты, и сервисы. Сразу всем хочется. И кто-то… Давайте еще раз поаплодируем Ярославу. Сделали гигантский труд. Работает идеально. Ну, в поставленной задаче. Все очень здорово. Спасибо большое. Будет сессия вопросов-ответов после Дмитрия Кузьменко. Вы можете еще поспрашивать. Мы… Спасибо.